Субтитры подогнал «Симон» Новости на канале 12. Меня зовут Виктория Пименова. Здравствуйте. И коротко о главном сегодня. Готовы ли спортплощадки к активному отдыху череповчан? Глава города Юрий Кузин сегодня лично проверил пришкольные стадионы. В рейде вместе с мэром побывали Татьяна Жданова и Сергей Павлов. Закражу денег с чужих банковских карт теперь можно провести за решеткой до 6 лет. Опубликованы действительно долгожданные поправки в соответствующую статью Уголовного кодекса. Изменения изучила и Дарья Анфиногенова. Они уехали на год. Сегодня больше сотни череповчан отправились в армию. На отправки побывали Иван Бурыкин и Сергей Павлов. Заняться спортом теперь можно под руководством опытного инструктора. Групповые занятия специалисты проводят на обновленных пришкольных стадионах, реконструкция которых должна завершиться к концу этого месяца. Футбольные и баскетбольные площадки уже готовы и пользуются большой популярностью не только среди юных спортсменов. Подробности у Татьяны Ждановой. Стадион у 30-й школы по-своему уникален. В Заречье он такой один. Здесь можно не только погонять мяч и поиграть в баскетбол, но и заняться профессиональным спортом, например, велосипедным, под присмотром инструктора. Такая возможность есть у всех череповчан в рамках проекта «Движение как образ жизни». Мы видим картину, когда приезжаем на стадион, что и без инструктора дети, вот, например, сейчас на футбольной площадке, они сами приходят с мячом, если между собой не знакомы, знакомятся прямо на месте и начинают играть. По данным СОС-исследований, 60% череповчан занимаются спортом и физкультурой регулярно. Остальные не могут себе этого позволить. Причина – отсутствие свободного времени. По мнению главы города, это отговорки. Это прежде всего от них зависит, какую форму двигательной активности выбрать. Никто не придет и не будет тебя заставлять, что ты должен. Никому ты ничего не должен. Если думаешь о своем здоровье, начни с понедельника новую жизнь. Вот именно с этого понедельника, а еще лучше с четверга или пятницы. Для ребят в летние каникулы пришкольный стадион остается любимым местом. Тем более, что новую спортплощадку мальчишки и девчонки ждали давно. Больше всего юным спортсменам понравилось футбольное поле. Очень красивое оно. То, что можно играть хорошо и мягкое, полежать, если что жарко. Ворота новые, очень хорошие. Хороший, по мнению ребят, и силовой комплекс. Турники пришлись по душе и взрослым. Виталий Андреевич в свои 70 лет без труда может подтянуться. К здоровому образу жизни мужчина приучает и внучку Алену. Но, по мнению бывшего спортсмена, стадион еще не готов. Реконструкция стадиона завершится 30 июня. Здесь появятся резиновое покрытие и беговые дорожки. А зимой все желающие смогут покататься на коньках. А это уже спортплощадка у 11-й школы. Здесь созданы все условия для занятия стритбаскета. На одном поле находятся и баскетбольные кольца, и футбольные ворота. В основном приходят мальчишки. С ними занимается инструктор. Занятия спортом под присмотром инструктора – это хорошая практика, говорят специалисты. Однако, организованные занятия проходят в определенное время. Узнать расписание можно у спортивного диспетчера по телефону 62-92-86. Заняться спортом в новых условиях череповчане могут на всех пришкольных стадионах города. Так, в этом году построили пять универсальных площадок с наливным покрытием и столько же силовых комплексов. Стадионы у 20-й и 29-й школ, которые вошли в программу реконструкции, должны быть готовы к 20 июня. Так, на обновление одной спортплощадки в среднем понадобилось 6 миллионов рублей. Людям с ограниченными возможностями здоровья на спортивной площадке вход тоже открыт, однако не всегда есть для этого подъездные пути. Сегодня в Череповце почти 3000 инвалидов-колясочников, но их безбарьерная среда ограничивается всего несколькими социальными объектами, куда они могут самостоятельно попасть. Есть парковки, но негде встать, есть пандус, но не въехать. Когда можно только колесить, Череповец по-другому увидела наша съемочная группа. Вот она, видите? Парковка для инвалида. Но паркуются здесь не только инвалиды, а все, кому не лень. Причем так по всему городу. Под спецзнаками стоят автомобили здоровых горожан. И что такая стоянка в их случае? Платная – 3000 рублей штраф – мало кого заботит. Но мы сегодня озаботились возможностью попасть в ДКМ. Ни одного заезда. То есть, если нам надо попасть в ДКМ, нам надо идти договариваться с руководством ДКМа, как они меня проведут. Учреждение культуры к людям на колясках отнеслось бескультурно. Ни с какой стороны нет ни единого пандуса. Значит, сюда на концерт Алексею не попасть, как когда-то. Он оказался в инвалидном кресле пять лет назад. ЧП на стройплощадке. Говорит, мол, повезло, что быстро привезли в больницу, что доктор Суботин провел несколько операций на позвоночнике и даже подарил надежду, что когда-нибудь Алексей Чулпанов, возможно, станет на ноги. Но пока он и ездит. На машине с ручным управлением и на коляске. И если на дороге у него нет проблем, то вне ее дела не очень. На улице Насеткина решаем попасть в аптеку. Здесь их четыре в одном доме. Это при таком подъеме, это я держусь. Если я отпущусь, я упаду на спину. Это раз. Первый пандус у них сделан. Никакого извещения нет, что тут есть кнопка вызова. Вот видите? Мы можем к вам выйти, принести лекарство и подать. Почему пандус тут сделан, что называется для отвода глаз, заведующая не знает. Строители виноваты, но уверяют, что инвалидов на улице обслуживать готовы. И как вариант, сделать звонок внизу, чтобы фармацевт вовремя мог такого покупателя заметить. Как оказалось, даже при наличии пологого пандуса, внутрь тоже не всегда попадешь. Такая же проблема и у мамочек с колясками. Если дверь сделана не в ту сторону, поднимаешься здесь, нужно все объехать. Там совершенно невозможно развернуться с коляской. Приходится выезжать на лестницу. Еще лет 15 назад в нашей стране инвалидов просто не замечали, как будто нет таких людей. Социальные здания не были для них предусмотрены. Поэтому колясочники сидели по домам в четырех стенах. А появление такого человека на улице вызывало косые взгляды прохожих. Сегодня ситуация хоть медленно, но меняется. За пять лет своего колясочного опыта это замечает и Алексей. В городе появились магазины, где можно отовариться самому. А можно сходить в спортивный зал, который появился в Пуке год назад специально для инвалидов. А можно и пожаловаться чиновникам, если что. О том, удастся ли человеку на коляске попасть в мэрию города и многом другом, расскажем в программе «Жить без барьеров» в понедельник, 22 июня. ЕГЭ по английскому, французскому и немецкому сдавали сегодня влагодские школьники. Это первая часть, устная часть экзамена по иностранному языку. Его продолжительность составляла всего 15 минут. Свои знания по иностранному языку проверили больше 250 школьников. Для них в Вологде и Череповце были открыты 4 пункта проведения экзамена. Завтра будущих выпускников ждет письменная часть испытания. Добавим, ЕГЭ на Вологодчине уже сдали больше 5000 человек. Первые итоги сегодня подвели в областном департаменте образования. По данным специалистов, результаты по русскому языку улучшились. Средний балл вырос с 66 до 70. Количество не сдавших, напротив, сократилось с 4 до 2 человек. А вот математику в этом году сдали хуже. По базовому уровню результаты сравнить с предыдущим годом математику вообще нельзя, потому что мы первый год сдаем именно в такой дифференциации. Но по базовому уровню математику не сдали 58 человек из фактически 2,5 тысяч. И профильный уровень не сдали 13% обучающихся. Это более 570 человек. Возможность исправить свой результат будет у 200 учащихся. 23 июня в Вологде состоится пересдача ЕГЭ по математике, но только базового уровня профильный же экзамен пройти вновь можно будет только в следующем году. Оплата покупки в магазине с помощью поддельной карты теперь может обернуться годами за решеткой. Вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс. Расширить соответствующую статью просили и сами банки, чтобы практически приравнять оборот фальшивого пластика к подделке бумажных денег. Изучила поправки Дарья Анфиногенова. Банковские карты постепенно вытесняют из обихода наличные деньги. На них переводятся зарплаты, пенсии. С помощью них можно оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, покупки в магазинах, в том числе и в интернет. С помощью них можно перевести средства друзьям или родственникам даже на другой конец страны. Но есть в этой бочке меда и большая ложка дегтя. Мошенники научились подделывать банковские карты так же, как и прежде банкноты. Вот только в отличие от фальшивомонетчиков до сих пор их довольно было сложно привлечь к ответственности. Ранее в соответствующей статье Уголовного кодекса речь шла только об изготовлении и сбытии поддельных карт. И если не доказать, что владелец фальшивки ее действительно сделал, а не нашел, то он уходил от ответственности. Поправки, принятые и уже вступившие в силу, расширили список наказуемых преступных действий. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, равнозбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты. Наказание до 6 лет лишения свободы, штраф до 300 тысяч рублей. Это если преступник действовал в одиночку. А по сути расширенный список позволяет повязать и целую группировку. От изготовителя карт до непосредственного растратчика чужих средств. Распространяется статья и на изготовление электронных устройств, как скиммеры, накладки на картоприемники банкомата. Летом 2011-го таким образом злоумышленники украли у сотен вологжан более 6 миллионов рублей. Но сейчас это, как говорится, прошлый век. Мошенники теперь крадут деньги и через смартфон с помощью хитрых программ. Их использование также попадает под статью. Человек входит в интернет и может поймать там вирус, который попадает в телефон. И если на телефоне подключен мобильный банк, то телефон в программе установлен, он блокирует сообщение, которое поступает вам о снятии ваших денежных средств. А впоследствии у вас карты просто, деньги переводятся на другие телефоны могут, а могут на другие карты. При этом жертва даже не сразу узнает о снятии денег. Такого рода программы применяются все чаще. Раз-два в неделю к полицейским с подобными жалобами обращаются жители области. Вычислить преступника сложно. Как правило, по номеру телефона или карты получателя. Если они не оформлены на подставных лиц. Поэтому специалисты предупреждают, не стоит даже открывать смс из странных номеров. Тем более, переходить по ссылкам. Это новости на канале 12. Еще не все. Смотрите во второй части. Еще ближе к банкротству на предприятии Вологодский текстиль будет запущена процедура конкурсного производства. Такое решение принял арбитражный суд Вологодской области. К чему готовится нескольким сотням работников одного из ключевых предприятий легкой промышленности и не только региона. Но из страны узнавал Евгений Осколков. Они уехали на год. Сегодня больше сотни череповчан отправились в армию. На отправке побывали Иван Бурыкин и Сергей Павлов. Сегодня журналисты и специалисты медиа-центра провели акцию по сбору помощи для животных приюта «Пес и кот». Подробности смотрите в новостях на 12-м канале. Об этом не только после короткой рекламы. Не переключайтесь. Ниже. Еще ниже. Цена ниже. Вибрационный насос «Беламос» всего 990 рублей. Подробности на сайте бегам.ру. Бегам. Всегда низкие цены. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка. Индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы 95. Телефон 52-08-32. Не дают мне кредит. Возраст, говорят. А люди из седьмой квартиры дали. Кредиты пенсионерам со скидкой 10%. Про бизнес банк. 67-50-50. Только в этом месяце. Скидка на все товары до 50%. Сеть магазинов «Ремонт». Мы в каждом районе города. Хочешь управлять и зарабатывать серьезные деньги? Легко. Экономика, менеджмент, управление персоналом и еще 50 специальностей и направлений подготовки ждут тебя. Череповецкий государственный университет. Учись у нас. H2O. Тепло семейного очага. Водонагреватель «Термекс» 50 литров. Всего 4 990 рублей. H2O. Подробности «Череповец. Победы 93Б». Открою секрет. Самый быстрый способ построить комфортный дом. Приходите в строительный двор «Аксон». Строительные материалы по низким ценам. Строительный двор «Аксон». Рыбинская 59. А через сайт «Аксонквик.ру» еще быстрее. Экономлю время и силы. Мы возвращаемся к новостям. Полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин поддержал инициативу Вологодского губернатора о снижении доли регионального софинансирования программ переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Сегодня в Петербурге представители регионов округа обсудили стратегию социально-экономического развития округа до 2020 года. Этот документ определяет задачи и приоритеты социально-экономического развития, которые должны обеспечить повышение уровня качества жизни населения, а также устойчивое развитие экономики. Стратегия была принята в 2011 году и сейчас, по мнению специалистов, требуют внесения корректировки. Среди проектов, которые могут быть добавлены в стратегию, два касаются Вологодчины. Речь идет о проекте «Трансвалгаз», предусматривающем модернизацию системы газопроводов, второй проект строительства сульфатоцеллюлозного завода, проект совместный правительства Вологодской области и компании «Связа». Кроме того, на заседании наблюдательного совета Олег Кувшинников предложил снизить долю регионального софинансирования по федеральным программам переселения из аварийного и ветхого жилья с нынешних 49 до 30%. Полпред согласовал коллективное письмо всех 11 губернаторов на представителя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева о снижении доли софинансирования при расселении программ из аварийного жилья до 30%. 70% фонд, 30% субъект Российской Федерации. Сегодня такое обращение Дмитрия Анатольевича будет направлено. Компания «Фосагра» ввела в промышленную эксплуатацию «Портовая мощность по отгрузке удобрений» в торговом порту «Усть-Луга» в Ленинградской области. Терминальный комплекс «Смарт-Бал» способен осуществлять перевалку более полутора миллионов тонн минеральных удобрений в год. Это один из самых экономически эффективных проектов. Он позволяет за умеренные деньги переваливать огромный объем грузов. Это на торжественной церемонии запуска терминатола отметил генеральный директор ООО «Фосагра» Андрей Гурьев. Компания теперь снизит транспортные расходы, так как отгрузка из порта «Усть-Луга» обойдется дешевле, чем из Финляндии и Балтии. С постройкой «Смарт-Балт» «Фосагра» откажется и от услуг зарубежных портов, поскольку экономия на каждой тонне отгруженных удобрений составит около 10 долларов. Кроме того, на терминале возможно одновременное складирование удобрений различных марок, что позволяет ему быть своеобразным супермаркетом для клиентов. Партнером по проекту выступила компания «Ультрамар», крупнейший в России перевозчик минеральных удобрений в контейнерах. Общий объем инвестиций составляет 650 миллионов рублей, срок окупаемости – три года. Полная неопределенность и отчаяние с таким настроением сотни работников предприятия «Влагодский текстиль» сегодня встретили новость о банкротстве предприятия. Накануне завершилась так называемая процедура наблюдения. Вот сейчас грядет новый этап – конкурсное производство. Это значит, что судьба никогда крупнейшего в стране льнокомбината может решиться в течение ближайших месяцев. Все подробности у Евгения Осколкова. Просто работаем и работаем, слава богу. А что там нас ждет дальше, мы не знаем. И ответить на этот вопрос сейчас вряд ли кто-то сможет. Работать в напряжении, рассказывает Наталья, приходится уже больше года, с тех пор, как комбинат окончательно встал. А ведь когда-то Вологодский тогда еще льнокомбинат считался одним из крупнейших в стране. Его продукцию высоко ценили не только внутри Советского Союза, но и за его пределами. На производстве в лучшие годы трудились тысячи вологжан. Это раньше было, как смена заканчивалась. Я помню, что я маленькая была, еще маму встречала. Здесь рекой шел народ. Прямо вот со всех цехов, вот со всего, со всего и вот прямо рекой. И работали в три смены. Чуть сложнее было в начале 90-х. Но и тогда, признаются нынешние работники, выстояли. Объемы производства, конечно, упали. Но о закрытии комбината тогда и речи не шло. В начале нулевых на предприятии не раз менялось руководство. Тогда же впервые заговорили и об управляющих компаниях. Основной этап развития пришелся на Николая Алексова. Это был период расцвета. Закупка оборудования, восстановление всего производства, увеличение зарплат. Зарплаты во всех цехах увеличивались. Всем руками, ногами, не знаю, и головой всем был за этот комбинат. В 2013 году на предприятии встречали президента страны Владимира Путина. Вологодский текстиль он тогда назвал одним из лучших предприятий отрасли. Но спустя пару месяцев ситуация резко изменилась. Производство упало, начались сокращения. У руля одна управляющая компания сменяла другую. Год спустя выпуск продукции вовсе прекратился. Казалось бы, исход очевиден. Надежда на спасение предприятия появилась в ноябре минувшего года. Тогда на Большом Всероссийском совещании, посвященном проблемам легкой промышленности, к слову, его проводил лично премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждался и вопрос о модернизации вологодского текстиля и создании на его базе крупного многопрофильного комбината, который бы выпускал продукцию не только изо льна, но и других видов сырья, прежде всего хлопка и шерсти. И желающие реализовать такой проект нашлись почти сразу. Но брать на себя предприятие с долгом в 2 миллиарда рублей никто не хотел. Что в конечном итоге и привело к процедуре банкротства. За последние полгода на предприятии удалось ликвидировать долги перед работниками. В штате оставили без малого 300 человек. Но главное, сохранили современное оборудование. Со дня на день на комбинате начнется новый этап банкротства, конкурсное производство. Такое решение накануне вынес арбитражный суд области. И именно на этом этапе, по словам областных властей, начнутся активные переговоры с новыми инвесторами. Те компании, которые сегодня интересуются текстилем, они сразу же задают вопрос о том, информируют нас о том, что они готовы были бы развивать здесь не только льняные ткани, но и смесовые ткани. Возможно, это будет хлопок, льня, возможно, это будут какие-то хлопковые ткани дополнительно. То есть нам сегодня важно восстановить текстильный промысел. Мы не требуем категоричности в использовании какого-то сырья. Интерес к вологодскому текстилю уже проявили две российские и одна зарубежная компания. Процесс выбора очередного владельца может занять до полугода. В лучшем случае, конкретное будущее вологодского текстиля станет известно до конца 2015-го. Со студенческой скамьи в контракте, не в контрактнике. Сегодня один из призывников череповца воспользовался нововведением и на два года отправился служить на флот с зарплатой более 25 тысяч рублей. Другой призывник пройдет альтернативную службу почти два года, а он отработает почтальоном со значительно меньшей оплатой. Как еще служат наши ребята и так ли страшно расставаться с родными на год, выяснял Иван Бурыкин. Говорят, самое страшное – это неизвестность. Впереди у этих парней целый год неизвестности. Но они не боятся, настроение приподнятое. Ну, надеемся, что хорошо заедем, в автобусе будет не жарко. Нас в Вологде хорошо встретят. Сказали, скорее всего, ракетные войска Плесецк, а так может куда-нибудь в другое место попадут. Ядек ЖДВ, может быть, попаду или еще куда-нибудь. Призывников видно издали, их выдает характерная свежая прическа. И настоящий боевой настрой перед долгой разлукой друзьям раздаются наказы. Семья Золотовых сегодня отправляет в армию единственного сына. Слез нет, только гордость. Иван уже по-военному краток. Готовиться-то не было, да? Фактически после защиты диплома сразу в армию. Куда отправляют? Космические войска. Войска воздушно-космической обороны. В Череповецком военкомате говорят, призыв этого года очень дисциплинированный. По повестке пришли все. Драк и других эксцессов здесь не зафиксировано. Сегодняшняя отправка одна из самых массовых в этом сезоне. Эти молодые люди будут служить по всей стране в самых разных родах войск. Сегодня одна из самых крупных отправок за весенний призыв 2015 года. Мы отправляем 40 человек в вооруженные силы Российской Федерации. В армию отправляются 7 команд. Космические войска, ракетные войска стратегического назначения, сухопутные войска, железнодорожные войска. Отправляются 7 водителей. Гражданка для ребят кончилась, как только они сели в автобус. Впереди учебка, распределение, жизнь по строгому распорядку, получение военной специальности и ежедневная физкультура. Для одного из призывников сегодня началась настоящая военная карьера. Он поехал служить на флот по контракту. С этого года молодые люди с высшим образованием могут заключать договор и, не проходя срочные службы, сразу работать в армии. Всего с 1 апреля в армию отправились больше 200 молодых человек. По плану 450. Призывная кампания, как обычно, закончится 15 июля. Картон для подсылки животных, корм и средства для ухода. Целая машина гуманитарной помощи сегодня отправилась в приют для животных. Пес и кот в акции приняли участие журналисты и сотрудники медиа-центра. Подробности расскажет Павел Панов. Погрузчик отправляет в машину две большие стопки картона. Бережно укладывают журналисты медиа-центра и пакеты с кормом для собак и кошек, а также разные средства для ухода за животными. Как говорится, собирали эту автопосылку всем миром. Журналисты и редакторы газет, телевидение, сотрудники отдела физательского дома «Череповец». Причем собрали эту помощь буквально за два дня. Мы решили организовать акцию по сбору помощи в рамках нашего предприятия, в рамках медиа-центра. Очень живо откликнулись наши сотрудники, за что им огромное спасибо. Мы сегодня собрали достаточно много картона, который используется для подстилки, для вольеров, также корма, мясные продукты, крупы, макароны. И вот машина с ценным грузом прибыла в приют. Работники и волонтеры с благодарностью принимают все вещи. Их хвостатые подопечные не откажутся от любой помощи неравнодушных людей. Картон у нас идет на подстилку животным, потому что сидят в вольерах, многие не терпят от выгула до выгула. И мы перестилаем им картон. Для этого нужен. Тоже бывает перебой, конечно, с картоном у нас. Сейчас как раз он кончается. Мы вовремя-то успели все нам привезти. Так что спасибо. Все пригодится. Яда тоже. На наших глазах сегодня к воротам приюта привезли дворняжку. Молодые люди рассказали, что собаку сбила машина. Они не смогли проехать мимо беды и привезли пса сначала к ветеринарам, а затем сюда, в приют. Теперь мы будем заниматься этим, лечить это животное. Думаю, что выходим. Потому что у нас было очень много тяжелых животных, которых мы выхаживали. Не было случаев, чтобы они у нас совсем, конечно, по старости там уж умирали, но очень редко. Всем этим попавшим в беду животным помогают работники и волонтеры, те, кому не безразлична судьба животных. Те, кто любит собаки, кошек и не представляет своей жизни без помощи им. Свою лепту в жизнь приюта сегодня внесла и наша съемочная группа. Татьяна, надеюсь, этот корм позволит накормить хотя бы одного или двух ваших подопечных. Спасибо. Совсем скоро, 20 июня, в Череповце пройдет большая городская акция по сбору помощи приютам для животных. Всех желающих помочь собакам и кошкам организаторы ждут возле входа в Дом музыки и кино «Комсомолец». Правда, ради доброго дела не обязательно ждать акции. Питомцы приюта ждут помощи ежедневно. Далее прогноз погоды и новые эпизоды сериалов «Шальной ангел». Ее звали Никита и Шпионка. Но на сегодня у меня все новости. Я с вами прощаюсь. Увидимся на Первом городском. А прямо сейчас полезная информация. На здоровье не экономят, экономят на лекарствах. Это уже доказала сеть аптек от склада. В Череповце после обновления свои двери вновь открыла аптека на улице Максима Горького, 61. Обслуживание аптеки очень нравится. Цены приемлемые, хорошие. То есть вот за смесью вот сюда хожу, потому что дешевле здесь. Доступные цены – принципиальная позиция сети. Кстати, аптеки от склада давно полюбились покупателям во многих городах России. Закупки здесь без посредников, напрямую от производителей, а значит нет дополнительных наценок. Обслуживание хорошее, предупредительные фармацевты и цены демократичные в этой аптеке. Спросила лекарственные средства, наличия его нет, но мне предложили под заказ. Ждать заказ долго не придется, говорят в аптеке. Для этого компания тщательно проработала логистику, а также наладила доверительные отношения с партнерами, так что покупатели от подделок защищены. За качество лекарств отвечают и новые технологии. Для медикаментов, требующих особых температурных условий хранения и транспортировки, соблюдается холодовая цепь. Не дадут товару залежаться и сами покупатели. В аптеке от склада череповчане идут с охотой. Для удобства аптеки открыты в разных районах города. И, конечно, обновленная фиолетовая аптека от склада. На Максима Горького, 61, остановка рынок.